Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Лена Березовская. Я вас приветствую в рубрике «Спроси Лены Петровны Березовской». И сегодняшняя тема – мнематочная беременность. И если говорить общим, уровень мнематочной беременности – это 1-2% общей популяции. Мы не говорим о тех женщин, у которых риск чуть больше, но даже в сумме, в сумме – это 1-2%. Это на территории развитых стран, а на территории Украины, Белоруссии, России и ряда других этот процент выше. И я вам объясню, почему чуть позже. Итак, что такое мнематочная беременность? Нематочная беременность – это имплантация плодного яйца за пределами матки. И поскольку зачатие происходит в маточной трубе, в амкулярной части, то 90-80% случаев нематочной беременности именно в трубе, трубная нематочная беременность. Она также может быть в брюшной полости или яичниках, в шейке матки. Когда хорион имплантируется, то есть внедряется в стенку и прикрепляется, он может разрушать сосуды, что сопровождается кровотечением. Но даже если эмбрион, то есть плодное яйцо, начинает расти в том месте, где ему не хватает этого места, как в маточной трубе, то это может привести к разрыву маточной трубы и к серьезному кровотечению. И в недалеком прошлом, когда еще не было лапароскопии, огромнейшее количество женщин погибало из-за кровотечения, именно потому что имели нематочную беременность. Какие факторы риска могут привести к развитию нематочной беременности? Вы в разных учебниках и на разных популярных постах читали, что это миноваты различные инфекции и воспалительные процессы маточных труб. Но дело в том, что почему-то врачи ставят чуть ли не всем подряд, по каким-то признакам УЗИ или там что-то заболело при исследовании ручном, хронический аднекси, хроническое воспаление придатков и так далее. Или же по одним антигенам, по одним антителам IgG класса Ig выставляет хламидиоз. Так вот, на самом деле должен быть все-таки реальный эпизод острого воспаления, и чаще всего это вызывается гонорей или хламидиями, или могут сопутствовать как бы два возбудителя. И реже другими видами бактерий. Но оказывается, что даже не повреждение маточных труб настолько важно в возникновении маточных беременностей, потому что когда ученые исследовали историю этих женщин, у которых была не маточная беременность, а также провели лапароскопии, например, и исследовали маточные трубы, оказалось, что 80% не было никаких поврежденных маточных труб, и не было эпизодов воспалительных процессов или хирургических вмешательств на органы малого таза. Еще один интересный факт показал, что, например, у женщин, у дочерей тех матерей, у которых в прошлом была нематочная беременность, 50% этих дочерей будет иметь нематочную беременность. И это привело на мысль к тому, что может быть задействованы генетические факторы, и это не только может быть даже генетическая поломка, скажем, дефектное плодное яйцо, это также может быть генетическая поломка или особенность строения, скажем так, маточных труб. Есть женщины, у которых глинные, извилистые маточные трубы, у них чуть больше риск возникновения нематочной беременности. Поэтому считается, что все-таки как раз дефект плодного яйца чаще всего является причиной нематочной беременности. Но помимо того, что нарушается структура маточных труб и плюс дефектное плодное яйцо, маточные трубы сокращаются, и поэтому может меняться перистальтика вот этих сокращений мышечных маточных труб. И поэтому у женщин, которые используют синтетический прогестерон во второй половине цикла, также после различных репродуктивных технологий, после ЭКО, очень часто повышены уровни нематочной беременности. После ЭКО, например, до 5%. После применения синтетического прогестерона 6% и даже больше процентов. Потому что эти препараты нарушают моторику, перистальтику маточных труб, и это приводит к задержке плодного яйца в маточной трубе. У курильщиков, то есть у женщин, которые курят выше уровня маточной беременности, потому что нарушается микроциркуляция, опять же перистальтика маточных труб. И это могут быть ряд других факторов, такие как эндометриоз, или операции, перенесенные на эндометриозе, и многое другое. Возраст, это, наверное, будет самый такой важный фактор, потому что чем старше женщина, тем у нее выше уровень нематочной беременности. И это еще раз говорит о том, что все-таки генетический может быть дефект плодного яйца, играет куда большую роль, чем качество маточных труб. 50% случаев нематочной беременности сопровождаются кривянестыми выделениями, болью, которая усиливается и локализуется обычно с одной стороны. Если, скажем, при нормальной беременности боль какая мигрирует, то там кольнуло, то это кольнуло. При нематочной беременности боль обычно локализуется и нарастает. И плюс есть, конечно, задержка менструации. 25% женщин во время беременности кровят. Это значит, что эти 25% женщин могут быть потенциальными, так сказать, больными, у которых может быть нематочная беременность. Поэтому, когда у женщины появляются кривянестые выделения, и они нарастают, и если они сопровождаются дополнительно еще и болью, или же просто когда появляется боль, которая нарастает, мы должны такую женщину направить на ультразвуковое исследование. Мы также должны у этой женщины определить уровень ХГЧ. Сам уровень ХГЧ не играет особой роли для диагностики внематочной или маточной беременности, потому что он может быть одинаков, как при той и той. Хотя уровень роста ХГЧ отличается от такового при внематочной беременности. Он как бы меньше растет. Но на первых этапах мы можем этого даже не поймать. Кроме того, при определенном уровне ХГЧ, например, до 1500 международных единиц, на литр, мы можем не увидеть плод на яйце у матки. Поэтому это тоже может быть ложный диагноз, что это якобы внематочная беременность. Сейчас кардинально поменялось отношение к внематочной беременности, потому что оказывается, что четверть женщин может наблюдаться с внематочной беременностью и не требовать никакого вмешательства. Из этой четверти женщин, только около 15, потребует помощь врача в виде медикаментозного вмешательства или в виде оперативного вмешательства. Из остальных, кто потребует вмешательства врача, 65% потребуют хирургическое лечение, то есть лапароскопию, и 35% может быть проведено лечение метатриксата, то есть вызов трубного аборта, метатриксата. Те, кто идут как раз в эти 35%, то есть лечение метатриксата, только 15% из них потребуют хирургическое вмешательство, лапароскопию, лапаротомию. То есть, как видите, проценты не настолько плохие, и задача врача – это определить кандидата по наблюдению и по проведению медикаментозного трубного аборта. Какие эти показатели? В первую очередь, плодное яйцо не должно быть больше 4 см, если есть живой плод не больше 3,5 см. Уровень хогичей не больше 5000. И общее состояние женщины в норме, ее гемодинамика, как мы говорим, то есть уровень гемоглобина, сердцебиение, то есть нет как бы признаков активного кровотечения. Такая женщина может пойти по принципу, так сказать, наблюдения или ведения метатриксата. Здесь тоже важно знать, это мертвый аберрис, например, нет сердцебиения, нашли плодный мешок, то есть это говорит о том, что это может быть неразвивающаяся плодная нематочная беременность. Что мы делаем? Обязательно удалять. Можно проследить по уровню падения хогичей. Если хогичей понижается на 15% каждые 2 дня, это хороший признак, это говорит о том, что эта беременность регрессирует и, скорее всего, не потребуется вмешательство врача, то есть не потребуется лапароскопия. Вариантов на самом деле несколько. Прогноз женщин таковой, что нематочная беременность у них может повториться в 10-25%. Все остальные случаи, то есть это будет маточная беременность, поэтому не настолько плохо эти дела. И даже если удаляют одну трубу, с одной трубой беременность может наступить, у женщин с одной трубой может занять немножко больше времени для планирования беременности. Проходимость проверять оставшиеся трубы или даже реконструированной трубы не нужно, это будет лишнее. А на остальные вопросы и по теме внематочной беременности я отвечу вам в других форматах. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...